Как понять, что нами манипулируют, как понять, что мы используем манипуляции? Невротические такие проявления. Грызут ногти, плохой сон, self-harm. Это образ жертвы, это комплекс жертвы. Настолько сильное психоэмоциональное напряжение внутреннее, что ребенок не способен с ним справиться. Я не хочу, а кому надо? Тебе надо, ты и делай. Я не скажу, что часто, скажем так, регулярно являются основой суицидов. Чтобы распознать манипуляцию, нужно быть осознанным человеком. Четко понимать, что мне сейчас как-то не очень нравится, как со мной разговаривают. Манипуляции на чувство вины, стыда, это излюбленные наши такие способы взаимодействия, особенно с детьми. Психологи говорят, мы даже не осознаем, насколько часто в жизни делаем не то, чего сами хотим, и даже то, чего вовсе не хотим. В эфире программа «Психологи говорят». С вами я, ее ведущая Анастасия Марчук. И тема сегодняшней встречи – манипуляции и их последствия. И я рада вам представить эксперта в этой теме Юлию Костенец, клинического психолога, преподавателя психологической грамотности для подростков в школе риторики. Юль, приветствую тебя. Приветствую, Натю. Тема манипуляции. На слуху наших зрителей слово, как минимум, знакомое. А что значит, как понять, что нами манипулируют, как понять, что мы используем манипуляции, говорим в сегодняшней программе. В твоем понимании манипуляция – это что? Манипуляция – это вид психологического воздействия, насильственного психологического воздействия на поведение и восприятие другого человека. Потому что манипуляция в любом ее проявлении и виде – это один из видов психологического насилия. Потому что это является не то, что мы хотим делать на самом деле, а то, к чему нас вынуждают. Поэтому это есть насилие. То есть маркер, как понять, что мной манипулируют, ощущение, что меня к чему-то принуждают. Совершенно верно. Первое ощущение при манипуляциях, которые, как правило, мы испытываем – это какая-то неловкость. Зависимо от того, на каком чувстве идет манипуляция. Потому что есть разные виды манипуляций. То есть, допустим, есть открытое, скрытое. Открытое – это агрессивный вид манипуляции, такие как угрозы, шантаж, требования. Пассивный вид манипуляции – скрытый. Это когда обида, допустим, пренебрежение, игнорирование. И, соответственно, на разных чувствах. На чувстве вины, допустим, на чувстве стыда, на чувстве страха, на чувстве собственного достоинства и на чувстве вины. Слушай, ну вот то, о чем ты говоришь, это, в принципе, любимые способы воспитания, воздействия. Ну, воспитание в кавычках, давайте возьмем слово, многих родителей. Потому что манипуляция, в моем понимании, как совсем просто понять это слово, это не прямое воздействие. То есть, одно дело, когда я говорю, Юль, я хочу, чтобы ты сделала это вот так и вот так. То есть, я тебе прямо говорю, чего я хочу. Манипулятор, он, по сути, заставляет делать то, чего он хочет, но не прямым способом. Он не может сказать «сделай, пожалуйста» или «не пожалуйста». Он что-то такое предпринимает, если ты не сделаешь, значит, я, начинаются такие игры, дабы получить желаемый результат, но таким скрытым путем. Так вот, там, манипуляции на чувства винысты, да, это излюбленные наши такие способы взаимодействия, особенно с детьми, ну, может, даже с партнерами, да, там, это работает в школах, в системе образования. Вот, если, ну, если в нашем обществе так заведено, если вот многие это используют, как, ну, по-другому можно получить то, чего я хочу, если не манипулировать? Вот, если можно немножечко, да, как это? Ну, я совершенно согласна с тем, что, и это верно, то, что мы привыкли к манипуляциям уже с детства, мы с этим растем, взрослеем, да, и живем в процессе своей жизни. И действительно, нами очень часто манипулируют в детстве на чувстве вины, да, и на чувстве страха, и на чувстве долга есть еще вот такая манипуляция. Это, когда, допустим, мы слышим, вот, я ради тебя все, а ты, да, или вот я для тебя делаю вот это, вот это, как бы, да, а ты в ответ от тебя ничего не дождешься, да, и либо же манипулируют нами страхом, да, вот, когда, там, не сделаешь уроки, не пойдешь гулять, одень шапку, это тоже манипуляция, потому что манипуляция – это не всегда условие, да, вот, если то, допустим, как условие звучит, а есть еще прямая, то есть агрессивная, то есть, одень шапку или, да, вот, и дальше мы понимаем, что дальше что-то произойдет, и нам становится страшно, и мы надеваем эту шапку. Ну, то есть условие все равно есть, но оно не всегда озвучено. Да, оно не озвучено, и почему агрессивная манипуляция? Потому что мы чувствуем угрозу, и мы уже додумываем сами, как бы, что с этим, с нами, или с нами может произойти в этом случае. Так вот, как с этим справляться? Можно ли это исправить, да, как ты говоришь, спрашиваешь меня? В принципе, да, это можно, к этому нужно идти, желательно к этому стремиться, и для того, чтобы самостоятельно не манипулировать другими людьми, потому что, как мы все знаем, что всегда нужно начать где-то с нашей стороны, да, все начинается с нас, как бы, да. И в первую очередь научить себя говорить прямо. Это бывает сложно, потому что, опять же таки, многим людям свойственно решать за других, что тот человек думает, ага, если я сейчас так скажу, значит, он подумает вот это, вот это. То есть изначально уже начинает додумывать за другого, которое не является действительностью, и что? То, угу, значит, если вдруг я сейчас приду, а мне там скажут вот так-то, вот так, значит, мне лучше завуалировать вот это. То есть суть, в чем манипуляции, на самом деле есть суть и цель манипуляции, да. И вот для того, чтобы ее распознавать и самим это не делать, нужно четко понимать, в чем ее суть и в чем цель. Цель мы очень часто видим, и она на поверхности всегда. Это, допустим, принизить другого человека и возвысить себя в любом виде манипуляции. То есть моя цель, когда, допустим, я манипулирую, это для того, чтобы показать себя в чем-то лучше. А суть заключается в том, что я пытаюсь прикрыть то, что я боюсь, за что я тревожусь, переживаю или не хочу, чтобы это кто-то увидел. Соответственно, я пытаюсь это прикрыть манипуляцией над другим человеком. Если говорить о людях, которые чаще поддаются манипуляции, вот мы немножечко затронули тему детей, мне кажется, дети, ну, они изначально в невыгодной ситуации, потому что родитель немножко сверху, немножко авторитетнее, опытнее, да, вот и так далее. Поэтому, ну, с детьми, понятно, он в невыгодной ситуации для себя, хотя там, где есть демократический стиль воспитания, да, готовность слышать ребенка, наверное, и у ребенка есть право чего-то не хотеть, право, да, вот что-то не мочь, право ослушаться и так далее. Если говорить о других категориях людей, ну, вот кто склонный к тому, чтобы ним манипулировать? Что это за человек? Скажем так, что склонным может быть только тот, который уже взрослый. Вот у него может быть склонность. Дети, они не склонны к манипуляциям на самом деле. Почему? Потому что эту модель они осваивают. Осваиваются откуда? От детско-родительских отношений. Соответственно, они учатся этому. Поэтому сказать, что дети-манипуляторы либо как-то ними там рождаются, нет, этого нет. Они ими становятся уже в процессе своего взросления. И для того, чтобы они такими не были, соответственно, ими не нужно манипулировать. По крайней мере, стараться это делать. А человек, которым манипулируют, да, вот если портрет этого человека, есть какие-то качества, которые чувствительны к тому, чтобы манипулятор этим воспользовался и начал свои действия? Я бы сказала, что это даже не качество, а это как симптомы. Это симптом жертвы. Это когда человеку свойственно, скажем так, принижать свои ценности. С низкой самооценкой. Это тоже как симптом, да. Когда человек больше думает о том, как думают другие, да. Вот это можно выразить в словосочетании, что скажут люди. И вот когда человек больше об этом думает и живет по этому принципу, соответственно, он более поддатлив манипуляцией. Как понять, что тобой манипулируют? Вот какие, каковы ты немножечко сказала, да, признаки, симптомы, да, чувства, ощущения. Ну вот как понять, что мной манипулируют? Вот первый, самый явный такой знак, который дает порой даже наше тело, да. Вот есть такое, как понятие психосоматика, да. Когда мы начинаем чувствовать какое-то, как будто нам хочется немножко провалиться сквозь землю. И вот когда мы понимаем, что нам становится максимально неловко, вот как-то хочется то ли запрятаться, то ли оправдаться и сказать, что вот нет, я все-таки не такой, да, или там не такая. И что-то сделать в ответ, как-то себя защитить. И вот это первый признак того, что тобой манипулируют. Ага, еще есть какие-то другие, есть люди, которые в принципе очень часто испытывают неловкость, да, вот желание там, ну, что-то сделать иначе, ну, потому что это их, да, какие-то сложности. Не обязательно, что мы манипулируем. Да, это бывает, это больше, скажем так, по умолчанию состояния человека, по разным его, скажем так, психологическим показателям. Те, о которой, о той неловкости, о которой говорю я, она чаще всего появляется в процессе диалога. И вот конкретно, когда вы в процессе диалога, да, когда человек находится, и начинает испытывать вот эту вот неловкость, допустим, когда к нему идет какое-то обращение, и он понимает, что я бы хотела отказаться, но по какой-то причине я не могу. И это значит, что тобой сейчас манипулируют, потому что, как ранее я говорила, есть скрытые манипуляции. Например, на чувстве собственного достоинства, да. С этим очень часто сталкиваются на работе, в университетах, когда говорят, послушай, ну вот кроме тебя с этим больше никто не справится, без тебя мы не можем. Или, например, в маркетинговых ходах такое используется, когда, допустим, там приглашают людей на какие-то игры и так далее, говорят, послушай, без такого участника, как ты, игра просто не состоится. Это невозможно, ты самый лучший. А как же мы, только ты можешь с этим справиться и все. И тот человек, вот, ему особо эта игра, допустим, не нужна, да, или там действие какое-то, да, закончить, допустим, отчет годовой, он понимает, что оно мне особо и не нужно. И не только я должен этим заниматься. При этом меня здесь, вот говорят, возвышают, я же не могу уже пойти против себя самого. А это есть, это не мотивация, да, а это уже идет манипуляция на чувстве собственного достоинства, скрытого такого характера. А какие последствия манипуляции, вот если мы, да, мы говорим в детско-родительских, в принципе, в семейных отношениях, что может быть последствием? Потому что, немножко ранее говорили, да, в нашей культуре, не будем говорить за другие, манипуляция – это один из способов воспитания, ну, если не, да, вот первоочередной в большинстве семей, где так и выстраиваются отношения. Не сделаешь уроки, да, вот не будешь играть в компьютер, не покушаешь обед, не пойдешь на улицу. Ну, вот такие способы взаимодействия. И что является следствием такого взаимодействия и в дискорридических, возможно, в партнерских отношениях? Я уже немножко об этом сказала, что формируется такой образ и комплекс жертвы, и это формируется уже с детства. Такое бывает еще, когда человек, допустим, попадает в созависимые отношения, в которых есть манипуляции, жесткая манипуляция, абьюзивность, да, как бы, и там тоже формируется. То есть оно может сформироваться как в детско-родительских отношениях с детства, так и в каких-то нездоровых отношениях, пусть супружеские отношения, либо же рабочие отношения. Вот. И у большинства людей формируется именно вот такой взгляд на жизнь, как жертва. Какие симптомы на это показывают, да, этого последствия? Это когда человек не способен управлять своими эмоциями, когда ему сложно справляться со своей внутренней агрессией и с внешней от других людей, когда, допустим, его способ выражения своего какого-то недовольства, либо же нежелания через обиду. То есть, другими словами, этот человек становится тем же манипулятором, только уже зависимо от того, что ему больше свойственно, быть более пассивной, как бы в пассивной агрессии, либо же в активной агрессии. И есть еще, скажем так, физиологические, да, и психические показатели того, что человек был долго в манипуляции. Например, у детей в качестве подавленной агрессии, да, которые, вот они не могут ничего сказать своим родителям, либо же им ответить, как-то противостоять, да, то какие симптомы? Это дети грызут ногти, то есть это невротические такие проявления, грызут ногти, плохой сон, нарушен сон, то есть дети просыпаются, допустим, в кошмарах. Это затем покусывание щек, губ, self-harm, то есть самоповреждение. Это когда у детей настолько, дети, подростки, да, настолько сильное психоэмоциональное напряжение внутреннее, что ребенок не способен с ним справиться, потому что он просто не знает, как это делать. Он знает, как это чувствовать, но что это конкретно и что с этим делать дальше, у него нет на этого навыка, нет рефлексии на это. Соответственно, для того, чтобы как-то снизить вот это вот все напряжение, происходит self-harm. И self-harm – это ни в коем случае не манипулирование другими, не… Ну, как чаще думают родители, которые приходят с запросом, да, мой ребенок себя режет, ну, не повреждают, кусают. Это не способ привлечь к себе внимание, это способ сказать, что я сейчас в беде, это сигнал о помощи. Как SOS такой, да, это… на это нужно обращать внимание, потому что по статистике 38% подростков и детей в своей жизни делают self-harm. Ну, в разных его проявлениях. Да, в разных. Он бывает как физический, так и психологический self-harm. Допустим, дети, подростки, они больше расположены к физическому self-harm, да, порезы, укусы, бить себя, вырывать волосы, да, 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 и так далее. У взрослых немножечко другое его проявление, более психологического характера. Например, наказывать себя в еде, либо же ограничивать, либо же наоборот заставлять себя больше есть, допустим, ругать себя очень часто, наказывать себя психоэмоционально, то есть обзывая себя постоянно, это тоже есть частью психологического self-harm. И к чему это все приводит, да, вот эти вот невротические, которые я перечислила, бессонница, бывает еще, что ребенок, допустим, начинает сопротивляться, да, вот… Вот, не каждая же, да, реакция ребенка на манипуляцию, не каждого ребенка, это образ жертвы, да, это комплекс от жертвы, то есть мы сейчас живем в то время, где дети все чаще рождаются такими, да, вот бунтующими, сопротивляющими, и они распознают эти манипуляции, они прямо говорят, да, ну, я не хочу, а кому надо, тебе надо, ты и делай, да, вот, или прямо говорят, ты сейчас манипулируешь или заставляешь меня делать то, чего я не хочу, что тогда? В этом случае я рекомендую всегда прислушиваться к тому, что говорит ребенок прямо, потому что это единственный сейчас человек, кто говорит правду, да, я понимаю, что не всегда и не все родители к этому готовы. Если есть привычка скрытым образом добиваться своего, а не открыто, то тогда ребенок с открытым, да, вот таким посылом будет восприниматься как агрессивный, бунтующий, непослушный, неуважающий родителей и т.д. и т.п. Да. Ну, это такой интересный симптом в семье, когда появляется ребенок, да, все вокруг манипулируют, и появляется ребенок, который говорит, а давайте жить мирно, как говорил, котляет польт, давайте как-то иначе, да, это что-то про... Да, пытаются привнести... Дело в том, что наши дети, они же наши ученики, это лично мое мнение, потому что... И учителя. И учителя, да, они нас учат быть родителями, нас не может этому научить, скажем так, ну, практически, наши родители нас точно не могут научить быть родителями, это могут сделать только наши дети. Поэтому единственное, одно из, вернее, правильное решение это прислушиваться к своим детям, что они говорят, как они говорят, как они реагируют. И при этом, конечно же, задавать себе вопросы, насколько мы правильно принимаем решения по отношению к себе и к нашим детям, в наших отношениях с ними. Юль, а как вот остановить манипуляцию, если я уж раз, ну, так-то распознала ее, вот я в ситуации, где мной манипулируют, что нужно делать, чего не делать, что говорить, чтобы остановить манипулятора? Как я уже говорила, в манипуляции есть суть и цель, да, и вот когда мы уже немножечко понимаем хотя бы цель, человек пытается что-то там сейчас от меня добиться, каким-то способом. И нужно помнить такую вещь, что манипуляторы, у них есть всегда свой сценарий. Допустим, если манипулируют на чувстве вины, соответственно, они ждут, что сейчас будут какие-то извинения, признания и так далее, да, какие-то действия. И я рекомендую, что необходимо нарушать этот сценарий. Каким образом? Вскрывать манипуляцию. То есть, например, когда говорят, ну, ты же женщина, значит, ты должна понимать, что с мужчинами нужно там разговаривать вот так-то, вот так-то. И в этот момент обычно, что мы говорим, ну, допустим, начинаем оправдываться или еще что-то делать, потому что это манипуляция на чувстве вины, как бы, да. Но в этот момент можно задать вопрос, вскрывающий вопрос, допустим, что конкретно ты хочешь мне этим сказать? Либо же я тебя правильно понимаю, ты хочешь сказать, что я недостаточно женщина, чтобы там что-то там, да, понимать мужчину и так далее. И таким образом мы даем понять манипулятору, что мы не играем в его игры. То есть мы не идем по его сценарию. И это будет вскрытием. Да, когда человек понимает, что сейчас не оправдывается его сценарий, как бы, да, как-то не по правилам сейчас кто-то играет, он может реагировать по-разному. И уже, соответственно, от качества человека, да, он может продолжить дальше пробовать, продавливать почву, скажем так, да, говорить, ну, подожди, но я же там говорю вот так-то, там, вот так-то. И мы все равно, мы дальше продолжаем до тех пор, пока человек не скажет на самом деле, чего он от нас хочет. Наша задача дать понять человеку, что не нужно так. Для меня, например, очень важно, чтобы говорили со мной честно. Там, я тебе буду за это очень благодарен. Все. А все остальное, это уже выбор человека. И можно ли восстановить доверительные отношения в семье, например, если все-таки, да, принято манипулировать, вот если ребенок был, да, вот объектом этих манипуляций, можно ли как-то перестроиться в другую форму взаимодействия? Это можно, это возможно даже. Здесь нужно поработать. Конечно же, поработать над собой, в первую очередь, над родителю, не ребенку. Потому что ребенок, он как по умолчанию уже идет хвостиком за родителем в этом плане. Поэтому здесь я бы рекомендовала родителям начать говорить честно со своими детьми. Когда мы ребенку говорим, одень шапку, потому что ты заболеешь, и мне нужно будет на тебя тратить кучу денег, да, на то, чтобы вылечить тебе там сопли, допустим, да, то на самом-то деле суть этой манипуляции в чем? Что вы боитесь, что ребенок заболеет, и вы с этим не справитесь? Так и скажите ребенку, что я боюсь за тебя, я просто за тебя переживаю, что сейчас ты заболеешь, и мы, ну, я не хочу, чтобы ты болел. Вот так и скажите. На это затратится ровно столько времени, сколько на манипуляции. Но это будет намного эффективнее, это будет намного результативнее, и тогда будет доверие, тогда ребенок понимает, что я могу доверять своим родителям, что я могу им не врать, что я сейчас одену эту шапку, выйду за дверь и засуну ее в карман, допустим, да. А из этого уже складываются наши следующие отношения с детьми, потому что дети переходят в подростковый возраст, да, который достаточно сложный как для детей, так и для родителей. И в этот момент нам нужно, чтобы выстраивать эти доверительные отношения, говорить друг к другу максимально честно, насколько это возможно, по крайней мере. Уметь признавать свои ошибки. Когда мы, как родители, умеем признавать свои ошибки, мы учим этому своих детей о том, что это нормально, что я могу ошибиться, при этом я могу за это извиниться и это исправить. Потому что мы же хотим этого от своих же детей, чтобы они знали, что такое ошибка, не совершали их и тому подобное. А для этого нужно быть честными, не манипулировать. Потому что манипуляции, к сожалению, очень, я не скажу, что часто, скажем так, регулярно являются основой суицидов. К сожалению. Я объясню, что они суициды. Да. Вот как я говорила, что в процессе взросления, когда человек находится систематично в окружении манипуляторов и растёт в этом, соответственно, он не учится справляться с психоэмоциональным напряжением внутренним, с внутренним чувством вины, которое ему становится свойственным, чувством стыда и так далее. Это же не проходит само по себе, как мы все думаем, допустим. Оно имеет эффект накопления. И, допустим, если психика недостаточно сформирована, либо же есть какие-то там отклонения, допустим, апатия, депрессивные какие-то эпизоды, либо невротические какие-то проявления, то они могут усугубиться, потому что внутреннее напряжение, внутренний конфликт настолько сильный, что подросткам порой очень сложно это перенести, и они выбирают способ закончить это раз и навсегда. Так бывает со взрослыми в том числе, особенно когда вот это чувство долга и чувство вины настолько тяжёлое и сильное, что и продолжает на него нависать, над ним, что человеку достаточно сложно с этим справиться, тем более, когда в окружении находятся манипуляторы, которые всё время давят на больную точку. Юль, и в теме манипуляции есть вопросы от наших телезрителей. Первый вопрос. Как именно человек себя чувствует, когда ним манипулируют? Ну, ты сказала, может, есть ещё дополнение. Да, дополнение какое? Это вот, ты об этом тоже говорила, что желательно научиться себя понимать, что ты чувствуешь в данный момент. И всегда, как правило, первый признак – это мы чувствуем не в своей тарелке, конкретно при диалоге, не потому что мы зашли в какую-то комнату, да, и нам неловко, потому что много людей или там по какой-то другой причине, а конкретно в диалоге. То есть, чтобы распознать манипуляцию, нужно быть осознанным человеком, нужно рефлексировать, идентифицировать свои состояния, чувства, эмоции, да, насколько мне комфортно, некомфортно, удобно, неудобно и так далее. Да, чтобы хотя бы базовые такие навыки были, чётко понимать, что мне сейчас как-то не очень нравится, как со мной разговаривать, значит, здесь что-то не так. Хотя бы уметь немножечко себя анализировать, да. Хорошо, следующий вопрос, как самому не манипулировать? Хороший такой вопрос. Да, очень хороший вопрос. Когда мы только начинаем понимать, что я манипулирую, это как бы автоматически нас уже концентрирует, наше внимание, фокус, да, нашего внимания на том, что я сейчас говорю как кто, да, как честный человек, который может сказать прямо, или тот, который пытается что-то скрыть, и вот этот свой страх или там ещё что-то прикрыть другим человеком. И вот здесь мы уже начинаем задумываться об этом как можно чаще. Скажем так, фильтруем своё обращение к другим людям. Хорошо. Вопрос, как не манипулировать любимыми людьми? То есть можно ли это контролировать, да, это вытекающее из предыдущего? То есть как самому не манипулировать, как не манипулировать близкими, хотя бы родными? Наверное, отсюда стоит начинать, да, вот сложно отконтролировать, как мы себя ведём со всеми, а вот как насчёт семьи, детей, окружения? Я бы начала не с контроля, потому что что такое контроль, да, это тоже насилие, скажем так, это подавление, потому что давить самого себя не всегда заканчивается хорошо, никому это не нужно на самом деле. Я бы рекомендовала управлять. И опять мы возвращаемся к этой теме, что научиться себя чувствовать, научиться себя понимать, потому что как мы можем управлять теми или иными своими чувствами и потребностями, когда мы их не в состоянии идентифицировать, да, то есть когда мы чётко понимаем, что у меня есть потребность, чтобы этот человек мне помог, чтобы не манипулировать, не говорить, ну ты же можешь мне помочь, тебе же не сложно это сделать. Я скажу напрямую, мне необходима твоя помощь, у тебя есть возможность это сделать? Всё. И манипуляция закончилась. И вопрос лично от меня, да, к тебе как эксперту. Как тебе кажется вообще жизнь без манипуляции, она возможна? Возможно ли выстраивать со всеми людьми так отношения, дабы не допускать манипуляции? На самом деле это возможно, потому что я сама так делаю уже не первый год, я не исключение, я росла тоже в манипуляциях, потому что я росла в нашем обществе, ходила в такие же школы, университеты, в такой же семье, допустим, да, росла, где было это нормально. И вот когда я уже начала заниматься своей профессиональной деятельностью, я начала на себе практиковать вот эти вот все методики и рекомендации, которые я даю, потому что я всегда думаю о том, что нужно начинать с себя. И к тому же я учу своих двоих детей. И сейчас у нас это снизилось до уровня один. Когда мы понимаем, что мы пытаемся сманипулировать друг другом, да, вот в семье у нас, то у нас есть такое слово стоп. Так, подожди. Буквально так и говорю, так, подожди, сейчас что мы делаем? Мы же манипулируем друг, давай по-другому. То есть мы отматываем назад, но сейчас это уже становится редкостью. Мы говорим прямо. Когда я замечаю, допустим, со своей стороны или со стороны своих детей, там, близких, я об этом говорю через ценность. Выражаю свою потребность через ценность. Допустим, да? Я говорю, послушай, для меня очень ценно, когда ты мне сейчас скажешь, как есть. Все. Для меня очень важно, когда ко мне обращаются максимально искренне, максимально открыто. Я это очень ценю. Скажи мне, как есть. Все. И на этом, и вот так мы приводим это в привычку, да, говорить в здоровой форме. То есть мы сообщаем, допустим, я могу сказать, что мне не нравится сейчас, как со мной говорят, или мне не нравится это обращение. А ты можешь мне сказать немножко по-другому? А скажи мне, пожалуйста, что на самом деле тебе нужно? Или что ты хочешь от меня конкретно? Потому что, и как только у нас звучит слово, допустим, да, такое вот, что конкретно, то второй уже обращающий понимает, что я сейчас манипулировал. И мы говорим, извини. Извини, я сейчас перефразирую. Я на самом деле вот это, вот это хотел. И это нормально. Какие-то рекомендации, да, для наших зрителей о том, как распознавать манипуляцию или как не манипулировать, да, или как улучшить качество отношений, не используя манипуляцию. Вот. А я прошу тебя поделиться с ними. Я рекомендую научиться в первую очередь вскрывать эту манипуляцию и, соответственно, думать над тем, что это для вас важно, говорить своими чувствами, в этом нет ничего ужасного и страшного. И всегда обращаться за помощью, развивать в себе психологическую грамотность. И если вдруг мы с чем-то не справляемся, это нормально, когда мы идем к специалистам за помощью. Да. Спасибо тебе за этот диалог, да, вот за твой профессионализм. Друзья, я хочу напомнить о том, что ты не можешь что мы живем в обществе, которое полно манипуляций, но каждый из нас может начать работу исключительно с себя. С вами была программа «Психологи говорят». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!